здравствуйте это алексей красиков и 25 сезон моего личного курса который идет не в записи он идет онлайн прямо сейчас это не записанные заранее уроки все идет с чистого листа каждый квартал он проходит онлайн формате и также вы сможете смотреть все семь уроков копии плюс еще три месяца для повторения соответственно мы с вами сегодня начинаем у нас сегодня первое занятие и 25 сезон во многом будет отличаться от предыдущих потому что скажем так с каждым сезоном то о чем должны задумываться люди которые хотят научиться управлять своими эмоциями которые хотят справиться с тревожным невротическим расстройством различных классификаций разобраться может быть побольше в себе разобраться в людях разобраться вообще в том что это за зверушка такая человека вообще как это все дело работает вот этим мы с вами будем заниматься у нас с вами 7 встреч по понедельникам и четвергам 8.00 по москве они идут в прямом эфире у меня к вам большая просьба не писать в чате ваши вопросы иначе это будет меня отвлекать у нас всего лишь 7 занятий и каждое занятие посвящено своей теме которая необходимо соответственно когда у вас возникнут вопросы вы их будете задавать в зуме хорошо то есть чат вам здесь на 25 сезоне в большей степени нужен для того чтобы вы там ставили плюсики восклицательные знаки потому что я вас не вижу я как шизофреник разговариваю со своим отражением в компьютере то есть по большому счету я вижу самого себя и я сам с собой разговариваю и чтобы при таком формате где ты не видишь аудитории как-то держать мысль и доносить важный контент и важный материал и причем доносите вот так чтобы вы а понимали б будоражились и ц запоминали это на самом деле достаточно непростая с точки зрения психофизиологии штука но я занимаюсь этим уже с 2011 года опыт так сказать имеется но мне нужно чтобы вы давали мне какую-то живую обратную связь из серии плюсики восклицательные знаки в чате значит в этом сезоне есть новинка и я считаю это новинка очень правильная и интересная у нас с вами будут зум-встречи зум-встречи заключаются в том что вы можете быть анонимны вы можете не включать видеокамеру но у вас может быть слышно мы не записываем зум-встречи сразу вам скажу поскольку там все-таки будут люди которых я буду видеть наверняка там захотит как бы захочет какое-то количество людей визуализироваться так сказать и по принципу конфиденциальности я как бы не записываю зум-встречи у нас с вами будет три таких мероприятия после третьего занятия после шестого занятия и после седьмого занятия то есть после окончания цель этих зум-встреч как раз таки убрать ваши вопросы из чата и перевести их в зум-формат для меня это конечно сложнее да потому что мне нужно будет выделить еще несколько часов по ходу сезона но для вас это гораздо эффективней для вас это гораздо значимее потому что вы сможете голосом задать свой вопрос по тому материалу так сказать который мы с вами будем обсуждать на наших занятиях понятно поэтому пожалуйста не пишите в чате ваши вопросы вашу папиру такую большую из серии а у меня вот было так все это зададите на зуме плюсик ставим кто меня понял я вас очень прошу запаситесь пожалуйста тетрадями видите нумерацию занятия например первое занятие такая-то тема такие-то конспекты у вас второе занятие такая-то тема такие-то конспекты и в каждом занятии записываете какие-то вопросы которые вам показались нераскрытыми или показались непонятными или хочется прояснить что-то да и вот когда у нас будет зум с вами встреча мы соответственно будем их эти вопросы скажем так обсуждать значит у нас есть стандартный тариф это зум встречи как раз после третьего после шестого и после седьмого занятия и есть тариф бизнес там у нас будут отдельные группы в зуме все кто покупал тариф бизнес там у нас будут групп по десять человек соответственно это дает вам чуть больше комфорта больше так сказать прояснения исчерпывающие тех вопросов которые вы хотите сразу скажу что зум формат в сезоне это не консультация это не история что я сейчас попаду на консультацию к алексею это история про то что вы задаете свой вопрос по ходу сезона да либо я что-то разъясняю дополнительно по ходу сезона для участника если ему непонятно например а мне непонятно вот в этой части как вот здесь лучше или как вот правильнее или правильно ли я поняла вот для этого сделан зум зум это не история с утра до вечера я буду вас консультировать всех виде персональных занятий персональные занятия есть тарифе 1 собственно говоря он уже весь занят и там в общем то как с моим постоянными персональными клиентами идет работа но в тарифе 1 люди еще пишут мне вот сапе моим личном и мы с ними еще несколько раз увидимся в москве каком-нибудь милом уютном ресторане для того чтобы более плотно так сказать познакомиться и обсудить наболевшие вопросы и там подразумевается коучинг но это уже остается за кадром значит что мы с вами сегодня будем делать значит нельзя заниматься психофизиологией эмоциональным интеллектом нельзя заниматься коррекцией эмоциональных расстройств невротических расстройств без такого скажем базового понимания о том вообще как выглядит структура невротических расстройств и очень важно чтобы вы сейчас усваивали информацию именно поступательно я предполагаю как бы исходим из того что вы все были на базовом курсе который новый или который был предыдущий мы исходим из того что вы не испытываете панических атак что вы не имеете агорафобию мы исходим из того что вы достаточно образованы и вы правильно понимаете те или иные феномены в вашем теле вашем организме но вы жалуетесь на тревогу вы жалуетесь на какие-то общие психосоматические симптомы на беспокойство повышенную астенизацию депрессивность так далее и тому подобное но несмотря на то что я исходить как бы должен из этого как показывает многолетняя практика многие люди думают что есть какой-то секретный секрет который позволит выключить панические атаки его надо просто узнать решить и все будет как прежде это иллюзия и заблуждение достаточно глубокое потому что по сути невротическое расстройство оно как бы классифицируется как расстройство там в МКБ в ДСМ но если мы берем большинство невротических классификаций от старых к новым но возьмем классическую классификацию истерические нарциссические пограничные личностные расстройства так называемые тревожные тревожно-депрессивные обсессивно-компульсивные фобические и прочее 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 они по большому счету не являются как таковыми заболеваниями то есть медицинские но залогично у них есть свои симптомы и синдромы синдром это совокупность симптомов у них есть какая-то своя клиническая картина и у них есть какая-то клиническая особенность и у них есть рекомендательная психофармакотерапия поэтому это признано называть как вот но зоология в медицине как расстройство да они болезни но я предлагаю подходить к вам как абсолютно здоровым людям и я подхожу к своим клиентам как абсолютно здоровым людям в большей степени но у вас как и у меня так и у вас да есть скажем так такое нейро физиологическое понятие как ансамбль нейронов или нейропсихомоторные связи или паттерны поведения или эмоциональные паттерны лихи назвал это там схемами мы будем говорить о больше транзакционном анализе в транзакционном анализе транзактном анализе и так и так правильно сразу говорю мы говорим о неких сценариях и о неких моделях и в принципе что транзактный анализ что когнитивно-поединческая терапия в формате схемотерапии что многие другие направления школы они в принципе говорят ну примерно про одну и ту же историю просто немножечко по-разному это упаковывая да что есть некий ансамбль привычек есть некий ансамбль поведения который называется в общем и целом характером есть много таких интересных работ невротическая личность каренхорни наш невротический характер неврозы и характер вот все что мы называем характером это и есть тот конгломерат привычек которыми мы собственно обладаем и наша личность не что иное как ансамбль рефлексов или привычек всем это понятно то есть человеческая личность это в принципе набор привычек и набор рефлексов мы это давно уже доказали физиологи уже давно доказали это нейро физиологи уже давно это доказали биологи нейробиологи но только вот есть там особая каста людей которые любят по прочищать сахасрару которые все еще считают что значит человек это сгусток энергии в общем-то да и так далее на самом деле мышление человека его поведение его неврозы его расстройства очень хорошо и понятно изучены очень хорошо обосновываются теми или иными привычками поэтому мы исходим опять же из того что вы не больны мы сходим из того что у меня и еще триста четырех человек которые будут смотреть этот сезон онлайн или в копии есть некий характер восклицательный знак кто это понимает у вас есть характер а в этом характере есть одна медаль и другая медаль до сторона медали позитивная и негативная мы будем исходить из того что даже ваши негативные черты характера или привычки или рефлекс или рефлексы например такие защитные механизмы как гиперконтроль казалось бы да вот гиперконтроль мы будем рассматривать как невротический защитный механизм который свойственно обычного кэр или посттравматическому стрессовому расстройству но на самом деле гиперконтроль можно же обернуть в пользу каким образом подумайте гиперконтроль можно обернуть в пользу на работе гиперконтроль можно обернуть в пользу в развитии себя Как личный бренд. Гиперконтроль можно хорошо применить как руководитель, как пилот, водитель, военный. Поэтому в принципе все невротические конфигурации характера и защитные механизмы, они на самом деле не являются токсично-патологическими. Они просто имеют как бы две грани. И если мы негативные грани, которые генерализируют тревожность и которые ухудшают качество жизни человека, сможем с вами вместе, сообща, обернуть ваши плюсы, тогда вы победите. Прежде всего свои привычки. Поэтому подытожив этот тезис, мы вас не лечим. Мы стараемся сбалансировать ваши сильные и слабые стороны. Понятно? И те невротические механизмы, которые вы считаете слабостью, на самом деле можно обернуть в ваши сильные стороны. Или те механизмы, которые вы считаете плохими привычками, негативными, можно их повернуть в обратную сторону, чтобы они вам служили для помощи. Поэтому вот это первое, с чего бы я хотел начать. Далее. Мы с вами на этом курсе будем говорить о самых типичных характерах и о самых типичных таких вот невротических классификациях, которыми обычно страдают мои клиенты. Также кто здесь находится вне зоны, так сказать, невротических жалоб, вы будете учиться понимать, как функционирует человек с точки зрения не общей физиологии и висцеральных систем, а с точки зрения психофизиологии, с точки зрения связь, паттерн, эмоция, поведение. И мы будем с вами изучать паттерны, потому что по большому счету вы увидите, что человек достаточно, не обижайтесь сразу говорю, достаточно примитивное существо, в котором заложено миллиарды рефлексов, но в большинстве случаев миллиарды рефлексов, они имеют безусловный характер. Например, вы не можете переучить безусловный рефлекс, когда вы отдергиваете руку от горячей сковородки, потому что этот рефлекс идет по специальному нейрофизиологическому маршруту, который минует определенные зоны и он называется безусловным. Вы не можете управлять этими рефлексами. Но наш характер, это очень четко имбассированный, выбитый, а слово характер с древнегреческого переводится как инструмент, которым выбивают или отчеканивают что-либо. Вот ваш характер, это выученная форма психоэмоционально-птераповеденческого реагирования в той или иной ситуации. Ну, грубо говоря, лампочка зажглась, вы испытали какую-то эмоцию, как-то себя повели. Понятно? Сосиска упала, вы испытали какую-то эмоцию, какие-то нейрофизиологические процессы сработали, как-то себя повели. На вас кто-то крикнул, кто-то что-то сказал. То есть, и тут начинается огромное количество комбинаций. То, как вы реагируете на определенные вещи. И, как правило, эти все основные... Ребята, интересно или я немножко подгружаюсь с самого начала? Да, и напишите плюсик, если интересно, минус, если подгружаю. Чтобы я так попроще чуть-чуть. Я стараюсь просто, если честно. Стараюсь без терминологии, так сказать. Так вот, вот этот характер или наша невротическая личность, или защитные механизмы, как хотите, называйте это, или наши индивидуальные особенности, которые потом могут обернуться нам во вред, и мы с вами заболеем, в кавычках, паническим тревожным расстройством ОКР и так далее. Это, по большому счету, характер обернутый во вред самому себе. И он формируется достаточно рано. То есть, где-то до 12 лет, плюс-минус там с деталями, да, так сказать, уже основные защитные механизмы. Ну, разные школы говорят, кто-то там до 5 лет, кто-то там до 7. Мне представляется, что все-таки до 12, так вот, плюс-минус формируются определенные базовые стереотипы и отрабатываются настолько, что они становятся выученной автоматической реакцией в тех или иных эмоциональных ситуациях, жизненных ситуациях и прочее. И тогда уже где-то к 12 годам формируются выученные паттерны, которые мы называем характер. И, собственно говоря, здесь во многом этот характер, эти паттерны формируют среда, в которой живет ребенок. И, конечно же, особенности поведения с этим ребенком, потому что просто вот паттерны или характер сформироваться не может, потому что вот попробуйте родить ребенка и попробуйте, скажем так, лишить его определенного общества, поместить его в какую-то среду специфического общества. Например, если характер генетически обусловлен, но возьмите, например, двух нобелевских лауреатов. Сделайте ребенка у очень гениальных людей, а потом этого ребенка поместите, например, в какое-нибудь африканское племя. И посмотрите, какой у него будет характер где-то годиков через семь. И наоборот, возьмите ребенка зачатого и рожденного в племя каком-нибудь Индии, там папуасов, так сказать, да, и дайте его в семью, которая относительно хорошо и правильно будет подходить к трансляции и воспитанию в кавычках этого ребенка. Вы увидите, что он будет просто чернокожий, афроамериканский там парень, африканский, который будет очень образованным, воспитанным, тактичным, похожим чем-то на своего папу, который его воспитывал, на маму, который его воспитывал. Там будут какие-то генетические болезни, там будут какие-то генетические сходства с его биологическими родителями, да, какие-то инстинктивные генетические особенности. Но именно характер, именно его модели поведения, реагирования будут обусловлены той средой, в которой он рос и кем он был выращен. Все это понимают. Поэтому, когда вот Михаил Марат Швидман когда-то сказал, что характер это во многом генетически обусловленные вещи, я не согласен с этим тезисом. Мы с этим тезисом не согласны очень много нейробиологов и физиологов, потому что все-таки мы можем экспериментально увидеть, что даже если вы рождаете первого ребенка и через, например, 4-5 лет рождаете второго ребенка, да, то, казалось бы, у вас же одинаковая генетика, правда же? Ну, вы же от одного и того же мужчины родили первого, а потом четыре. Понятно, что я говорю, да? Потом второго, да? Казалось бы, должны быть одинаковые характеры у этих мальчиков. Но чаще всего вы говорите, у меня вот младший сын, у него один характер, а вот старший сын вообще непонятно в кого. Вот вообще три года разницы и он вообще другой, потому что старший сын уже воспитывался в другой парадигме. Он уже родился в семье, в которой есть конкурент. Там уже есть какая-то обуславленная история любви. Ему приходилось конкурировать там. И там уже вся шахматная, так сказать, в кавычках партия другая. То есть, ребенок, который родился в семье, где уже есть ребенок, да, он, в принципе, это шахматная партия, которая вообще другая. И думать о том, что вот они у вас будут одинаковые, очень наивно, да? Именно поэтому они порой бывают диаметрально разные. Один очень добрый, другой очень такой агрессивный. Один там очень застенчивый, другой очень, скажем так, наоборот там рубаха парень. Ну и так далее. Вот, поэтому мы с вами на этом сезоне будем говорить больше про характер и больше будем говорить о том, что, например, обсессивно-компульсивное расстройство, оно хоть и расстройство, но это характер. Это чистой воды характер. Паническое расстройство или генерализованное тревожное расстройство – это следствие характера, да? Обсессии, навязчивые мысли, ритуалы – это следствие характера. Истерия и нарциссическое личностное расстройство, которым мы будем много уделять внимания на этом сезоне – это характер. Депрессия сложнее, потому что депрессия – это не то, что мы можем назвать только характером. Вот невротические тревожные расстройства – обсессивные, компульсивные, истерические, нарциссические, там, апохондрические, тревожные, панические, смешанные – они являются следствием характера. Всем это понятно, да? А вот депрессии, они имеют разную патоэтиологию, разную степень происхождения от действительно генетически обусловленной эндогенности, где просто есть определенная шибка нейромедиаторного обмена и захвата серотонина и его удержания. И, собственно говоря, человек никаким образом тут характер его не влияет на это, просто этот человек нуждается в гормонозаместительной терапии. И тогда у нас ПАКСИЛ на всю жизнь или его аналоги «Добрый вечер», как гормонозаместительная терапия. Бывают депрессии, которые обусловлены какой-то психоэмоциональной составляющей. И здесь мы будем с вами говорить о том, что это может быть структура посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, это может быть структура послеродовой депрессии или послеродового периода, да? Это может быть структура генерализации тревожного расстройства и его исход в депрессивный эпизод. И это может быть то, что Фрейд называл меланхолией. Это может быть такой, вот здесь может быть небольшой оттенок характера, когда мы имеем такого интроверта, который имеет вот такие привычки и такие защитные механизмы интроверсии. Он сам по себе, ОКРщик, скорее всего, он сам по себе либо ОКРщик, либо нарциссическое тяжелое состояние. И нарциссическое расстройство очень тесно ходит с депрессией. И ОКР очень тесно ходит с депрессией. Потому что, ну, я сейчас немножко вперед забегаю, ну, чтобы вам было интересно, о чем мы будем говорить. Потому что ОКРщики, они настолько пытаются все контролировать, чтобы сделать все хорошо и правильно, чтобы выбрать как можно лучше, чтобы не ошибиться, чтобы все правильно поняли и так далее и тому подобное. Что они в какой-то момент так от этого устают, что у них уже просто нету сил вообще ни на что. И тут начинаются уже приобретенные вторичные депрессивные эпизоды. А в нарциссическом расстройстве, их будет, мы с вами будем изучать нарциссическое личностное расстройство, как и истерическое, есть три такие, не то чтобы стадии, а три акцента у нарциссов. То есть не бывает, скажем так, нарциссов единых. Вот там, ты нарцисс, это категорически неправильно. И когда я слышу просто утверждение, и кого-то там в социальных сетях обвиняют в нарциссизме, или в каком-то там у тебя нарциссическое расстройство личности, мне все время, ну как бы, понятно сразу, что люди палятся по своему, как бы, уровню подготовки, потому что есть три такие основные конфигурации. Первое, это такие восстановленные или эффективные нарциссы. И там нет никакой проблемы, это очень успешные, очень яркие, креативные, как правило, много достигающего в жизни люди, которые научились свои нарциссические защиты как бы прикрывать и быть очень адаптивными, и наоборот, повернуть их в пользу. У нас есть некие средние нарциссы, это история, где человек только в процессе терапии, так сказать, над собой, и где-то в одну сторону, где-то в другую. И есть тяжелонелеченные нарциссы, так называемые тяжелые нарциссические личностные расстройства, которые, в принципе, как правило, либо не приходят на терапию, либо которые прям совсем патологические, прям с ними тяжело-тяжело, и там прям не в Миньково от слова совсем. Ну, об этом все, мы с вами будем очень много говорить, так что наберитесь терпения. Значит, что сегодня, помимо вот такого небольшого анонса, мы с вами будем делать? Мне нужно пройтись по... Вот только на этом занятии я по этому пройдусь. Больше я этого касаться не буду, но это необходимо, чтобы я как бы себя снял ответственность в том смысле, что мне нужно еще раз вам перечислить основные такие рэперные точки, узловые механизмы по работе с начальной стадии тревожных расстройств. Это ВСД, панические атаки, агорофобия и все, что за этим стоит. То есть то, что было на сезоне, но я сейчас попробую, скажем так, сказать тезисно, чтобы вы проверили, проработали вы это или не проработали. Почему это важно? Это важно, потому что если вы мне говорите, значит, Алексей, здравствуйте, меня зовут Зина, я пришла, так сказать, на 25 сезон, хочу разобраться, научиться понять и так далее, и я справилась с паническими атаками и агорофобией, правда, при этом я не летаю, не хожу, не езжу без мамы, без папы, правда, я без феназепама не гуляю и, в принципе, одна дома не остаюсь, потому что если вдруг тревожка нападет с панической атакой, вдруг чё, то тогда вы очень сильно себя обманываете. Поэтому если кто-то посчитал, что вот это как бы можно миновать, да, скажем так, вот эту работу с рефлексами, а паническое расстройство – это тупо набор рефлексов, это даже не характер, потому что характер – это то, что привело к расстройству, а панические атаки – это не расстройство. Поэтому давайте здесь как раз начнем тему панической атаки, и я сразу же перешел быстро в воду, так сказать. Паническая атака или панические атаки – это не расстройство, это не самостоятельное заболевание. Это не диагноз «нельзя болеть паническими атаками». Плюсик ставим, кто понимает. То есть нету на планете людей, которые болеют ВСД или болеют паническими атаками. Со словами «здравствуйте, меня зовут Петя, я болел или я болела паническими атаками». Это утверждение на самом деле в корне неверно и очень зачастую ведет людей к рецидиву, такому стандартному что ли. Почему? Панические атаки или привычки себя паниковать на фоне какой-то вегетативной активности или на фоне высокой тревожности – это лишь отголосок основного расстройства. Все это записали? То есть панические атаки – не самостоятельная болезнь. Это отголосок какого-то расстройства. Тревожно, обсессивно-компульсивного, смешанного, тревожно-депрессивного и так далее. В основном тревожных расстройств, чтобы вам было проще. То есть не бывает так, что человек имеет, например, механизм избегающего поведения в структуре агорафобии и панического расстройства, которые работают локально. Вот человек шел по улице, вдруг у него стали возникать панические атаки, и такого никогда не бывает. Давайте я по этой цепочке пройдусь, чтобы вы поняли это глубоко. Хорошо? Еще раз это важно просто. Значит, с чего все начинается? Как говорится, с чего начинается Родина? И вы поймете, почему люди не болеют паническими атаками. Если кто-то думал, что он или она, так сказать, болеют паническими атаками, то я вас, наверное, сейчас разочарую. Но вы, пожалуйста, не разочаровывайтесь и поймите, что, наконец-то вы поймете, что на самом деле нужно корректировать и куда нужно смотреть. И вы поэтому здесь находитесь, поэтому я вас поздравляю. Во всяком случае, избушку переду, как бы к лесу повернете передом. А уж там, как вы к этому лесу передом повернувшимся отнесетесь, это уж ваше дело. Моя задача повернуть вас лицом, как бы к лесу и заставить вас подумать, что можно делать с этим лесом. И показать вам инструментарий, как с этим лесом можно обходиться. Что есть пила, есть там всякие там палочки, там сверла, топоры, там всякие там сапоги и так далее. А уже как вы пойдете по этому лесу, к которому передом повернулись, под названием ваши привычки характера и реагирования и паттерны там и так далее. Это уже вопрос исключительно к вам. Окей? Значит, давайте. С чего начинается родина? Родина начинается у нас с основного расстройства. То есть сначала идет какой-то человек с каким-то детством, в котором сформировано, как мы уже сегодня говорили, определенный конгломерат привычек или особенностей личности. Это же называется характером. Дальше этот человек взрослеет потихонечку. И у кого-то раньше, у кого-то позже начинают проявляться негативные отголоски его, назовем это, характером. Окей? Поэтому очень многие пациенты, как вы знаете, у меня уже со школы была вот там тревожка, там еще что-то там. А у меня, знаете, после школы началось. А у меня вот в институте. А у меня вот на первом курсе. А у меня вот буквально три года назад. Поняли, да? Это говорит о том, что человек просто как бы столкнулся в жизни с определенными обстоятельствами, где его особенности характера уже стали для него, назовем это так, токсичные. До какого-то момента времени его характер балансировал и вывозил все это. Но в какой-то период времени он столкнулся с какими-то жизненными обстоятельствами или находился в них длительное время перманентно, что в принципе его характер и его организм сказал все, мы больше не вывозим. То есть у человека закончились вот эти положительные части характера и его потензионность, его тревожность, его, скажем так, взгляд на себя и на людей и на мир, он стал все больше и больше причинять ему беспокойство. Дальше пишем. Поэтому это беспокойство стало потихонечку копиться, скажем так, хронифицироваться, как мы называем. И затем в какой-то момент высшая нервная деятельность приобретает истощение, что называется психостении. И в какой-то момент это начинает манифестировать симптоматикой функционального характера. И вот здесь встречается термин ВСД. Поэтому ВСД это тоже несамостоятельное заболевание и оно не имеет никаких самостоятельных терапий глицином, витаминами, иглоукалыванием и так далее. Вегетососудистая дисфункция или дисфункция соматоформы вегетатинной нервной системы это исход какого-то невротического тревожного расстройства. Или его, или структура его, скажем так, манифеста. Есть человек, он тревожный, он столкнулся с какими-то жизненными обстоятельствами, его особенности характера определенным образом отработали, его тревожность поднялась еще больше, и его вегетативная нервная система активировалась. Всем это понятно? И вот эта активация вегетативной нервной системы, как правило, и манифестирует. Идем дальше. Как обычно оно бывает. И тревога поднимается. И здесь, как правило, люди не готовы к этому манифесту вегетативному. Ведь так, восклицательный знак поставьте, кто не был к этому готов, как и я в 2006 году. Мы не понимаем, что с нами происходит. Мы вроде едем на работу, да, куча проблем, да, там жена, дети, ребенок, муж, дебил, там, теща, там, работа, шеф, начальник, деньги, карьеры, бла-бла-бла, люди. Вроде как, ну, просто жизненные проблемы. А тут ни с того ни с сего, в метро или в пробке что-то как-то сердце тук-тук-тук-тук-тук, дыхание какое-то странное, сердечко чистит, как-то дышать тяжело, какое-то по ногам понемение, по щекам понемение. И как-то что-то как-то вот усиливается, усиливается, накатывает, накатывает, накатывает. И вы, в первый раз с этим сталкиваясь, начинаете на сто процентов быть убеждены, что пришел конец. И пугаетесь этого состояния. И вот этот первичный испуг называется панической атакой. И вот, собственно говоря, здесь как раз таки и есть ответ на то, что такое панические атаки истинные. Истинные панические атаки – это острый, кратковременный панический испуг. Плюс их ставим, кто это понял. То есть это не тревога, растянутая во времени. Это не вегетатика. Это не просто тахикардия. Это не просто беспокойство с экстрасистолией за сердце. Это кратковременный, острый, на сто процентов убежденный момент, где вы убеждены на все сто процентов, что вам сейчас, значит, придет хана. Плюс, пишем, обязательно в диагностическом критерии должны быть элементы спасения. То есть человек на сто процентов не понимает, что с ним происходит. Он убежден, что ему хана, и он начинает, что делать, коллеги? Он начинает спасаться. То есть он начинает выбегать, звать на помощь, звонить родственникам, пить корвалол, вызывать скорую, прыгать на соседей со словами «Помогите!». И вот это вот состояние и называется паникой. Когда люди бегут из горящего здания в панике, это тоже самое. Люди видят пожар, люди видят угрозу, и люди в панике бегут. Вот паническая атака – это физиологически идентичный момент, где стучит сердце, давление, вы ног не чувствуете, и вы убеждены, что вот сейчас вы сгорите, и тут, значит, злый день письюката за вами бежит. Надо бежать. Но отличие обычной паники, техногенной при пожаре от панической атаки заключается в том, что паническая атака – это процесс психический, а паника в пожаре – это процесс психика, паники в чрезвычайной ситуации. Это разница большая. Поэтому паническая атака – это испуг, истинный испуг с паникой от неправильной интерпретации своего самочувствия. Все записали это. Я повторю. Истинная паническая атака – это неправильная интерпретация собственного психофизиологического гиперстимулирования. Ну, можно там добавить, которая сопровождается кратковременным выбросом адреналина и психофизиологической реакцией на адреналин. По-другому быть и не может. Почему кратковременно? Потому что адреналин в крови распадается достаточно быстро. Адреналин – это непролонгированный гормон, который на самом деле физиологически нужен именно для того, чтобы кратковременно запустить бегство из места, в котором вы верите, что вам настанет хана. То есть адреналин не может работать час, два, три. Адреналин – это очень короткий гормон. То, что многие пациенты описывают, что у них час, два панические атаки – это не так. Это, как правило, есть какой-то вот этот пик панический, а дальше возникает тревога высокая. Да? Или бывает высокая тревога – пик. Высокая тревога – пик. Поняли, да? Высокая тревога – пик. И людям кажется, что это нескончаемые панические атаки. На самом деле это не так. И вот это надо понимать. Вот. Значит, дальше. Что нужно знать для того, чтобы справиться с паническими атаками? Проверяйте свои знания, а я, соответственно, вам напомню. Самый главный. Я сейчас не буду повторять базовый курс. Вернитесь к нему, пожалуйста, если кому-то надо. Но самый главный тезис, он такой – не делать ничего во спасение. Помните, да? Вот можно там говорить про 33, давай еще сильнее. Я сейчас не буду об этом говорить. Я хочу, чтобы вы поняли один главный тезис. Паническое расстройство, как цикличные привычки себя паниковать, работают только при одном условии. Ребят, плюсик поставьте, кто понимает. Пожалуйста. Работают только при одном условии. Когда вы искренне боитесь, что с вами это случится. Ведь так? Воскрицательный знак. Ведь помните это? Вы когда искренне боялись, что, блядь, а вдруг сегодня? А вдруг сегодня? И вот когда вы это боялись, а вдруг сегодня только бы не было, а вдруг на улице, а вдруг на работе, а вдруг в метро, а вдруг в самолете, а вдруг в такси – это и есть паническое расстройство. Все это поняли? Когда вы говорите – только бы этого не было. Только бы не этот приступ, только бы не это состояние. И вот это и есть ахиллесово-пита панических расстройств. Все это понимают. Только бы этого не было. А все упражнения, которые вы проходили на базовом курсе, вот это 33 провокационно-поведенческие, они какой логикой преследуют в поведенческой терапии? Это не мной придумано. Я не из тех людей, которые рассказывают людям, что они что-то придумали. Мы ничего не придумывали. Мы этому научились в поведенческой терапии, в психофизиологии и так далее. В парадоксальной интенсии. И смысл этих упражнений, записывайте, один. Основная ошибка людей не только в том, что они думают, что только бы не было паники, потому что она типа опасна. Их основная ошибка в том, что они думают, что есть некий пик. И есть некий пик, скажем так, напряжение. Помните это? Что если я до этого пика дойду, точно будет хана. Я точно сойду с ума, у меня точно будет инсульт, у меня точно будет инфаркт. И мне надо все делать для того, чтобы этого пика не случилось. Ведь так, коллеги? Ведь так? Только бы не дойти до этого пика. И второе. И вы начинаете что-то делать, чтобы до этого пика не дойти. Пить воду, отвлекаться, звонить в скорую, звонить мужу, звонить маме, пить корвалол. Только бы не разогнать этот якобы пик, на котором может что-то произойти. Так вот, вся терапевтическая стратегия заключается в том, чтобы увидеть, что пика нет. Что вам кажется, что это нарастает, 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 и будет какой-то пик, и там произойдет лютый кошмар. А на самом деле этого пика нет. Оно вот нарастает, 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 нарастает и спадает. Нарастает, нарастает, нарастает и спадает. И вот вся терапевтическая логика заключается в том, чтобы несколько раз абсолютно бездействовать и увидеть этот процесс изнутри. То есть не грести веслами в обратную сторону от напряжения, а бросить весла, развернуться и посмотреть. Тату же 33, давай еще сильнее, что вот эта волна, она просто поднимет вас и уйдет. И нет никакого пика с катастрофой. И вот если вы несколько раз бросите весла, вы, кстати, на знак поставьте, кто это уже проделывал, кому это помогло, чтобы помочь нашим ребятам, кто новички. И вот если вы несколько раз бросите весла и не будете ничего делать, ваш мозг увидит, что вы ничего не делали во спасение и ничего не случилось. Раз. Во второй раз ничего не делали во спасение в этом состоянии вегетативной гиперстимуляции и ничего не случилось. Два. И через несколько таких повторений, где вы ничего не делаете, ничего не случается, это поднимается и спадает. Ваш мозг растормаживает так называемый рефлекс, где вы уже говорите, а если будет в такси? Да и что? Будет и будет. Я же знаю, что это вот начнется и закончится. А если будет в парке? Ну и что? Будет и будет. У меня вчера было, началось и закончилось. Я же ничего не делала. Ничего. И вот тут, поняли все, вы побеждаете паническое расстройство. Вот вам в пяти минутах вся терапия панических атак. Всем понятно? Более детально, пожалуйста, пересматривайте на базовом курсе. Есть ролики на канале Невроза Мегаполиса в Ютьюбе. Я уже много лет про это говорю. Просто я могу говорить дольше, могу говорить короче. Но вот согласитесь, пять минут. Сухой эстрад, выжимка, основной конфигурации и тактики терапии. Но, как вы поняли, это не проблема. То есть, это просто вот этот такой рефлекс неправильного понимания психофизиологии. Все это поняли, да? Но это не является самостоятельным заболеванием. Именно поэтому люди, которые верят, что паническая атака – это вот невроз, и это вот самостоятельное заболевание, и надо исцелиться от панических атак, и от агорафобии, и будет вам счастье, и вы вернетесь к полноценной жизни – это наебка. Чистый, кристально чистой воды – обман, где людей крутят по кругу для того, чтобы они, будучи тревожными, будучи доверчивыми, они же хотят избавиться от этих таких вот тревожных пикообразных симптомов, да? И, по большому счету, им продают вот то, что они хотят. У них главная задача – избавиться от панической атаки. Им говорят, ну, сейчас избавиться от панической атаки, все у вас будет хорошо. Но людям невдомек, что научившись себя не паниковать, научившись не избегать этого вегетативного состояния и его абсолютно спокойно, никуда не бежа, пропускать через себя, симптомы-то никуда не деваются, согласитесь. Тревога как была, так и осталась. Да, вы ходите, переездите, но вы все ходите, ездите в напряжении. Мысли какие-то, которые вас преждечески преследуют, возвращаются в другой форме. Одни какие-то паттерны поведенческие сменяются другими. Сралось не с одной женщиной, так с другой. Разошлась с одним, не с одним парнем, так со вторым. И конфигуративно ничего не меняется. И вы все равно приходите в терапию или ко мне на сезон через год, через полгода со словами, а что это было вообще? Ну да, когда-то были эти паники, но мне что-то как-то не легче. И почему? Это касается страха за здоровье, это касается фобии, кардиофобии, такого многолетнего прислушивания, это касается ипохондрических сомнений, это касается беспокойства и так далее. А ответ очень простой. То, с чего я сегодня начал. У вас есть характер, у вас есть конгломерат рефлексов, где вы не изучили то, каким образом вы научились реагировать на этой планете. Поняли? И до тех пор, пока мы с вами не разучимся реагировать привычным нам способом и не возьмем это под контроль, мало вероятно говорить о том, что в принципе вы пришли к какой-то терапевтической конфигурации. Я приведу пример вот именно нарциссического расстройства. Нарциссам свойственно таких два крайних состояния. Это я бог или я дерьмо. У них в основном есть два состояния. Оно немножечко похоже на биполярочку, потому что там тоже есть две фазы, да, такие. И очень часто нарциссическое расстройство путают с биполяркой, а биполярку с нарциссическим расстройством. Но смысл в том, что у нарциссов есть два состояния. Либо я бог, либо я дерьмо. И когда они дерьмо, они в унынии, в депрессии и они крайне низкого о себе мнения. Когда они в фазе я бог, то у них просто нимф над головой и они всех, значит, просто вот левитируют над головами людей. Основная проблема этого, ну там, естественно, сопровождается все это вегетативный, тревожный, панический и так далее. Там много проблем во всех сферах жизни. В личной там совсем полный трэш. Психофизиологический, панический, вегетативно. И все это, в общем-то, в таком большом борще замешивается. Почему? В основе, например, просто как пример сейчас покажу, что такое характер. А в основе этого расстройства лежит крайне уязвленная самооценка. Как правило, крайне уязвленная. Там, справедливости ради, надо сказать, есть два сценария развития нарциссического личностного расстройства. Это когда мальчика воспитывали по принципу кумир семьи. Мама, например, говорила, какой ты зайчик у меня хороший. И мама была такая теплая и доброй. И все за ним бегали, за этим зайчиком. А потом этот зайчик вырос и говорит, а что это за мной не бегают и мои желания не исполняют. Ну, мы будем подробно об этом говорить. А второй вариант, когда зайчику не хватило внимания, любви отца. И не хватило доброты и тепла. И этот зайчик искренне поверил, что он какое-то говно. И потом этот зайчик научился подкупать детей в песочнице. Научился как-то себя вести провокационно, чтобы привлекать внимание. Туда же, девочки, про истерические особенности. Как-то научиться себя вести, чтобы привлекать внимание. Вот вам один такой вот, поняли все, паттерн характера. Мне не хватило внимания, я очень в нем нуждаюсь, я как-то себя веду, чтобы это внимание получить. Вам клиническая задача. Что должно произойти, чтобы у человека случилась такая вот невротическая обреакция. Еще раз повторюсь. Мне нужно внимание, мне его не хватило. Я научился как-то себя ярко вести, чтобы привлечь внимание. Что должно произойти, чтобы я, ну давайте попсово, скажем так, заболел неврозом. Вот что должно произойти, чтобы я заболел неврозом. Да, человек должен не получать того внимания, которое он так хочет. Либо кто-то его должен обесценить это внимание. Либо как бы он не старался привычными, так сказать, для себя способами, а он нахер никому не интересен. И вот это такой маленький фрагмент из этого расстройства. И как правило, когда подобные люди находят какое-то свое дело, с помощью которого получают внимание, похвалу, благодарности, то они очень быстро компенсируются. Именно поэтому в профессии психотерапии и психологии очень много нарциссических проблем. Потому что они приходят в эту профессию за властелином мира, за вниманием, за значимостью, за вершением судеб. И вот, собственно говоря, это и есть понятие характер. И когда у человека получается, например, был тяжело травмированный нарцисс, который на самом деле, как правило, нарциссы крайне низкой самооценки. Они не уверены с девушками, они не уверены по жизни. Они в принципе базово внутри, ну как труха. Вот прям вот очень травмированные ребята. Но они научились это так закрывать, что вот эта агрессия нарциссическая, вот эти вот пердящие машины на МКАДе с примотоком, вот эта бравада, это очень напускная история, где основная задача это не показать вот эту уязвленность, что ли, да. И очень часто, почему в психологию они приходят, потому что с помощью психотерапии они, например, например, представьте себе такого откалеченного человека, который вдруг начал вести блог по психологии. И, собственно говоря, этот блог стал популярным. Ему стали говорить спасибо, только ты нам помог. И вот это и есть компенсаторная, компенсация невротических защит. Он заболел расстройством, потому что он этого не получал. Как бы он ни старался, он этого не получал. Начал вести работу психологом. Стало получаться много спасибо. Я выздоровел. И он думает, что он вылечился, потому что он понял какую-то психотерапевтическую байку какого-то направления. Поняли, как это обманывается? Но на самом деле ему стало легче не потому, что он что-то понял в какой-то там психологии. Он компенсировался за счет того внимания, которое было нужно, которое он получил с помощью этой профессии. Вот вам маленький кейс, маленький фрагмент, что такое характер, его особенности и как это, собственно говоря, может в этой профессии создавать проблему и ее обратно реструктуризировать. Вот это надо понимать. Какая задача обычно, когда мы препарируем те или иные характеры и защитные механизмы? Задача здесь очень простая. Задача здесь сбалансировать характер человека. Не вылечить нарцисса. Его не надо лечить. Потому что нарциссические защиты очень хорошие. Они, как правило, очень работоспособные. Они очень креативные. Они очень такие деятельные. Они очень болезненны к конкуренции. Это заставляет их двигаться вперед. То есть, если вы вылечите нарцисса, вы придете к очень глубокой меланхолии. То есть, например, психолог, который, в частности, этот кейс, если вернуть, если психолог изначально заболел нарциссическим, так сказать, по складу своему характеру, заболел тревожными расстройствами в результате нереализации вот этих нарциссических вниманий к нему. И он с помощью психологии, психотерапии получил это внимание, а потом стал принимать какие-то препараты или потом стал что-то там в себе прорабатывать, отказываться от своих защит. Я вам даю 99%, что, скорее всего, он выгорит. Он, скорее всего, придет к меланхолии, к безразличию. Он, скорее всего, придет к состоянию апатии, к состоянию уныния и к состоянию такой некой внутренней пустоты из серии «нахрена». Это как раз то, о чем писал Фройд еще много-много лет назад, когда он говорил, что будьте внимательны при терапии невротических расстройств. Из обычного невротического горя вы можете сделать банальное человеческое несчастье. И вот когда вы пытаетесь вылечить невротика, вы из тревожного невротика делаете обычного меланхолика. Всем это понятно. Поэтому я никогда не пытаюсь людей вылечить с точки зрения того, чтобы они как-то эмоционально перестали реагировать, чтобы они как-то перестали быть другими, чтобы они стали буддами просветленными, чтобы они были, знаете, такие левитировали, значит, им что не скажи, они все такие, значит, левую щеку, правую щеку, чтобы они, значит, отказывались от чего-то. Нет. На мой взгляд, правильная коррекция людей с тревожными невротическими расстройствами разной классификации – это сбалансировать человека. Поняли? То есть, это мотор, ну, например, тот же самый нарцисс, та же самая истеричка, тот же самый УКРщик. Ну, давайте так вот крупно, да? Это крутые ребята. Это хорошие люди. Будь то нарцисс, конченая истеричка или УКРщик. Это нормальные функционирующие системы. Просто в этой системе что-то перекручено, а что-то слишком раскручено, недокручено. И ты просто приходишь и начинаешь вот здесь подкрутил, вот здесь раскрутил, вот здесь, значит, вот, значит, клапан сюда, здесь сюда, и ты как бы мотор не меняешь. Ты его просто что? Оптимизируешь. Все это поняли? И тогда человек сохраняет свои нарциссические защиты, свои определенные компесаторики. Человек сохраняет себя как структуру, но он полностью владеет собой. Он понимает, что сейчас происходит. Он понимает, почему это происходит. Он выбирает, как в этой ситуации повести, а не его старый механизм, который автоматически его нес дать в бубен кому-нибудь. Он сам выбирает степень тревожности. Он сам выбирает степень длительности этих эмоций. Например, когда я заболел ковидом случайно в Таиланде, буквально в начале этого года, и меня упекли в карантин, я не могу вам сказать, что у меня не поднялось некое беспокойство из серии «Я Будда просветленный», и у меня вообще вот пускай хоть ядерная война. Я в другой стране. Меня заперли в этой стране. Мне не оказывают никакой помощи. И в случае чего маловероятно, что кто-то мной будет заниматься. И здесь взволнованность, обеспокоенность нормально. Просто ты можешь управлять уровнем этой взволнованности и уровнем этой озабоченности. Ты можешь сам выбирать, как про это думать и как про это не думать, что рационально, что иррационально, что объективно мы можем поменять и что нет. И что мы можем выстроить для того, чтобы было попроще. И по большому счету вся терапия расстройств личности, вся терапия пограничных расстройств, вся терапия тревожных расстройств – это адаптация. Где мы балансируем людей. Идем дальше. Значит, следующая проблема, с которой часто сталкиваются наши пациенты в самом, так сказать, начале их творческого пути – это, естественно, ипохондрия. Ой, простите, агорофобия. Агорофобия – это не самостоятельное заболевание. Агорофобия – это не болезнь, которой можно заболеть вдруг вчера. Агорофобия – это такая привычка нейрофизиологическая. В головном мозге есть зона амигдала, там определенные зоны старого нашего эволюционного процесса развития мозга, которая, знаете, как скриншот делаете в телефоне, экран, скриншот. Вот так же наш мозг делает скриншот ситуации или обстоятельств, в которых выбрасывался адреналин. Все поняли? То есть, если адреналин выбросился в самолете – скриншот самолета. Если адреналин выбросился в метро – скриншот метро. Если адреналин выбросился, когда пахло одуванчиками – скриншот запахов одуванчиков. Если адреналин выбросился, когда ела суп с рыбой – скриншота супа с рыбой. И затем, когда вы через недельку будете есть суп с рыбой, не удивитесь, но у вас начнется вегетативная реакция. Не потому, что у вас на рыбу аллергия, а потому, что вы уже когда-то паниковали в этой ситуации. Все поняли? Именно так многие путают аллергические реакции. Выпила аспирин, будучи в тревожном расстройстве, что-то ей там показалось, она испугалась, скриншот, выпила аспирин. Потом, через две недели, кто-то ей дал на работе какую-то таблетку, и там был аспирин. И она узнала, что там аспирин, и у нее опять возникла паника. Потому, что она подумала, что у нее сейчас возникнет аллергия на аспирин. И так далее, и тому подобное. Или на любые другие лекарства. И метро. Я когда-то поехал в метро на работу. Это вот в моем личном случае было. Я помню, мне стало крайне херовато в этом самом метро. Я там присел, поскольку, когда у человека паническая атака, его в пот пробивает. Помните, да? Ну, очень часто прям льется с тебя. И я там уже мокрый весь, посидел на станции, значит, помахал каким-то там платочком, вышел на станцию, на улицу, походил, значит, по улице, как-то успокоился и поехал дальше на работу. Но фишка же в чем? Что мой организм запомнил, где это было. И естественно, на следующий день, уже при подходе к метро, организм начинает бить в колокола со словами, алло, ты что, повторить хочешь? Не надо. Ну да. Убежденность в том, что там с ним случится какой-то непонятный приступ, который имеет, как вы помните, какой-то пик. И если этот пик случится, с ним случится катастрофа. Напоминаю, основные принципы работы с агорафобией. Это выписать все места, в которых у вас случился этот скриншот. Вот все места. Ела рыбу, была в метро, была в торговом центре, была в пробке. Вот все-все-все скриншоты надо выписать. Первое. Второе. Поделить свой город на определенный радиус. Это подъезд, там 500 метров от подъезда, магазин там Ашан, километр от дома, это магазин Перекресток, два километра от дома, это там салон Ирис, пять километров от дома, это там парк имени Пушкина и так далее. Поэтому дольше, дольше, дольше в конце вы уезжаете за город один. И основная работа здесь не про личность. Работа над агорафобией не имеет никакого отношения к проработке невроза. Вот от слова совсем. Проработка агорафобии имеет исключительно психофизиологические работы с рефлексами условными. Я поставил, вспомните, да, я поставил себя в условиях, где есть принцип скриншота, и я автоматически верю, что мне там настанет пипец. Я, как вкопанная лошадь, стою, ничего не подкрепляюсь, никуда не убегаю, вижу, что эта волна нагнетается, я ее нагнетаю, вижу, что она спадается, я вытираю мокрый лоб, говорю, молодец, пошел дальше. Опять нарастает тревога, опять, как лошадь, встаю, опять давай еще сильнее, волна нарастает, никуда не убегаю, она заканчивается, иду дальше. И это отрабатывается до тех пор, пока у вас не будет никакой проблемы в этих местах гулять, спать, ночевать в палатках, спать дома одному, летать, ездить одному и так далее. То есть это исключительно поведенческий рефлекс. В агорофобии не надо прорабатывать маму, папу, детство, внутренние конфликты. В агорофобии в панических атаках не надо копаться в схемах, концептуализациях и так далее. Это исключительно вопрос психофизиологии. Всем это понятно? Это исключительно вопрос психофизиологии. Стимул, реакция, новое действие. Стимул метро, реакция, испуг, старое поведение, убежать, помогите, новое поведение, стою как вкопанное, никуда не бегу, давай еще сильнее. И повторить, тут не требуется психотерапевтической помощи, тут не требуется в этой части никакой психоанализ. Это исключительно психофизиологические паттерны. Для чего я это рассказываю? Мы с вами на этом курсе, на 25 сезоне, так сказать, будем говорить о причинах. Именно глубоких причинах личности, характера и выстраивать схемы их изменений. О том, какие схемы у нас возникают, как это все работает, как работает с допущениями, что такое допущение, допущение, бла-бла-бла. Но если вы по-прежнему будете обрастать скриншотами и не ходить, дома не оставаться, то ваш мозг не уловит логической связи то, что вы делаете. Ну, например, вы не можете оставаться дома одна и постоянно должен быть с вами либо муж, либо мама. Потому что у вас есть такое убеждение, что вы умрете от какого-то приступа. Но вы это игнорируете. Вы маму с папой, с мужем никуда не выгоняете. Вы одна в гостиницу не едете. Вы одна не едете в соседний город и не живете два дня одна в гостинице. Вы этого не проделываете с собой, чтобы доказать себе и преодолеть все эти беспокойства рефлексорные. Вы этого не делаете. Если тут есть смешной парень какой-то, Красиков, Хуязиков, и он мне обещал, что я выздоровлю. Проблема в том, что вы убеждены, что у вас проблема с симптомом дома без мужа, без мамы. А я буду с вами говорить совершенно про другие вещи. И может случиться так, что вы скажете, блядь, пришла на 25 сезон, мне дома плохо одной, а он, блядь, говорит про какие-то, блядь, нарциссические паттерны, расстройства, характеры. Куда я пришла? И вот чтобы такого не случилось, вам надо понять, что отрабатывать надо первично агорофобию с паническими атаками. Вот эту комбинацию. И никакого отношения к психотерапии это не имеет. Что касается ОКР. Обсессивно-компульсивного расстройства в качестве его симптомов. Там, как правило, страх сойти с ума, ножей, причинить вред ребенку, мужу, жене, страх потерять контроль и, значит, опозориться или сделать какое-то бесконтрольное поведение. И мысли, которые постоянно вас атакуют. Значит, я не буду опять рассказывать всю историю про ОКР. Смотрите, так сказать, базовый курс. Вот, кстати, можно смотреть параллельно, если что. Соответственно, история в чем? История в том, что, если коротко, то один принцип точно такой же. Запоминайте или повторяйте. Чем сильнее я не допускаю последствий какого-то действия или события, тем сильнее я думаю о том, только бы это не произошло. Например, у меня сегодня утром был клиент. Он очень боится, что его сына изнасилуют. Сын, естественно, маленький. Как вам кажется, есть ли у него навязчивые мысли и какое-то поведение? Конечно, да. Он постоянно боится, он постоянно думает, только бы сына не изнасиловали, только бы этого не случилось. Он постоянно в этом крутится мыслительно. И он себя ведет как очень гиперконтролирующий и очень, так вот, скажем, нездоровый в этом смысле, постоянно находясь с сыном. Что на самом-то деле провоцирует его инвалидность в будущее. Но это уже отдельная тема нашей лекции. Так вот, он мне сегодня задает вопрос. Он говорит, Алексей, вот скажите мне, что мне сделать, чтобы меня эти мысли отпустили? Я говорю, тебе коротко сказать или длинно? Он говорит, коротко, можете вот? Я, говорит, всех пересмотрел, блядь, всех переслушал, блядь, везде был. Все как бы интересно, но нихуя не помогает. Говорит, можете мне коротко сказать, что мне надо сделать? Я говорю, могу. Я говорю, либо тебе надо пить препараты, антидепрессанты и эти самые нейролептики. Это просто заглушит определенные нейрофизиологические процессы, но это не решит проблем. Он говорит, так, или? Я говорю, или допустить, что твоего сына могут завтра убить и изнасиловать. Он говорит, я не могу. Я говорю, насколько сильно не можешь? Он говорит, ну вообще не могу даже это представить. Я говорю, ну вот тебе и ответ, что те мысли тебя будут преследовать. Все. То есть, вот скажите, я сейчас докажу свою теорию. Хотите? Посмотрите все на люстру. На потолок посмотрите все. Посмотри, блядь, на потолок. Посмотри на потолок, на свою ебаную люстру. Скажи мне, пожалуйста, ты испытываешь навязчивые мысли, что эта люстра упадет и разобьется? Есть ли у тебя навязчивые мысли, а вдруг люстра разобьется, а вдруг люстра разобьется, завтра упадет? Ты не испытываешь, да, таких навязчивых мыслей? Почему? Потому что тебе похер даже на гипотезу. Если даже это случится, то что? Ответь на вопрос. Ты говоришь, даже если завтра эта люстра упадет и разобьется, ну хули, жалко, но как бы, ну окей, да, ну и что такого? Блюсик ставим, кто понял эту гипотезу. Я вывел, вот в этом смысле я это сделал. Я вывел очень такую емкую формулу, которая может вылечить в принципе многие неврозы на планете. А тобой управляет только то, чего ты не можешь допустить. Все поняли, как это работает? Если вам все равно на гипотетическое событие люстра может упасть и разбиться, у вас никогда не будет навязчивых мыслей по этому поводу. Все это поняли? Если вам не все равно, что вашу машину угонят, как вы будете спать? Будут ли у вас навязчивые мысли перед сном? Будет ли у вас тревога? Будет ли у вас беспокойство? Будет. А если вам будет все равно или в норме все равно на гипотетический угон машины, как вы будете спать? Вы будете спать нормально. Вот вам и ответ на все ваши ебучие вопросы про симптом в плане ОКР. Все это поняли? Тут же эту логику мы можем экстраполировать на паническое расстройство. Если мне все равно на будет у меня паника или нет, у меня ее и не будет, потому что нет сопротивления. Все это поняли, люстра всем понятен метафора. Поэтому если у вас есть какие-то навязчивые мысли, а вдруг я сойду с ума, а вдруг это, вы задайте себе вопрос. Ну, мы это будем повторять еще где-то в середине, но тем не менее. Вы задайте себе вопрос, а что будет-то, если я, вот если это случится? Если это случится, это катастрофа. Только бы не сойти с ума, потому что если я сойду с ума, я подведу родственников, я буду плохой, я не смогу защитить сына, я буду, значит, изнасилованным. Значит, я там, и там куча такого гипертрофированного вороха, так сказать. Почему этого не должно произойти? Так вот вам и ответ, почему у вас навязчивые мысли. Перечислите мне ваши навязчивые мысли. Я их могу вам сам за вас перечислить на двух руках. А вдруг я сойду с ума, и это категорически ужасно. А вдруг я причиню кому-то вред. А вдруг я буду песеном махать там и так далее. А вдруг я убью родственников. А вдруг я потеряю над собой контроль и буду идиотом. Ну, и там не так уж и много вариантов с ножами, балконами, веревками и так далее. Почему? Потому что для вас даже мысль одна, что вы можете сойти с ума, недопустима. Согласны? А теперь ответьте мне на вопрос. Напишите плюсик кому все равно на то, сойдет он с ума или нет. Плюсик поставьте, пожалуйста. Вот смотрите, многим людям все равно на то, что они сойдут с ума или нет. Правда же? А теперь ответьте мне, пожалуйста, коллеги на вопрос. А у вас есть навязчивые мысли, а вдруг я сойду с ума, которые вас атакуют и не могут от вас отстать? Вот те, кто плюсик сейчас поставил. Напишите. Есть у вас эти мысли или нет? Нет. Теорема доказана. Всем это понятно. И не надо здесь, блядь, заниматься хуйней полгода, блядь, в МГУ на псифаке. Вот в этой части не нужно. Все это поняли. Поэтому вот это как бы симптоматический подход. Но возникает другой вопрос. Объяснить-то я вам объяснил. Механику объяснил. Проверили с люстрой, проверили с мыслями. Да? Как бы доказали. Но есть одна проблема. Вы понимаете, да, какая? А как сделать так, чтобы человек это допустил? Согласны? То есть механику я сейчас вам объяснил за три минуты. Навязчивых мыслей, да? Вы это все поняли. Люстра, значит, машина. Сойти с ума. Гипотеза, теорема доказана. А как сделать так, чтобы человек, который видит в этом катастрофу, перестал видеть в этом катастрофу? Вот как мне моему утреннему клиенту, что я должен ему сказать, что я должен перепаять в его голове, чтобы он пришел внезавтра и сказал, Леха, ебать. Ты знаешь, я так подумал. А пускай его убивают и насилуют. Простите, вы считаете это возможным? Вот так вот просто, значит, щелкнуть пальцами. И он, значит, пошел и сказал, да, пускай мою жену с ребенком убьют и изнасилуют. Для него это категорическая проблема. Для него это просто проблема всей его жизни. У него главный страх, что он пойдет с женой и с ребенком, ему дадут пизды, изнасилуют его жену и ребенка, и он это вот никак не может даже представить. Потому что в проверке гипотезы, я говорю, представь, что к тебе подошли сзади, дали тебе сзади битый по затылку. Ты упал, потерял сознание, твою жену и сына убили. Что ты об этом думаешь? Он говорит, я их подвел, я плохой, это пипец, какая катастрофа, я даже думать об этом не могу. Вот с чем вам коллеги, вот кто здесь есть из моего школы, вот с чем вам придется работать. В большинстве случаев. И вот тут у 99% психологов в России возникает кататонический ступор в терапии. Потому что даже если они способны объяснить и проработать вот эти симптомы, что очень редко, но это не сложно, а вот дальше-то что делать? И вот именно об этом и есть наш 25 сезон. Все это поняли? Что я буду с вами обсуждать? Для чего я буду с вами это обсуждать? Почему я буду поднимать эти темы, казалось бы, странные темы философии, стрицизма, экстенциальные темы Берна и так далее и тому подобное? Потому что с помощью философии и с помощью экстенциальных таких вот философских тем мы можем попытаться сделать так, чтобы человек, в частности вы, как пациент, задумались о допущении того или иного события в вашей жизни, включая смерть. В стрицизме, в частности, принятие неизбежности смерти является одной из самых таких основополагающих концепций философии. И это не просто так. Все это понимают. Потому что когда человек не в ладах с этим физиологическим фактом и он не в ладах с тем, что каждый день может быть последний, он не в ладах с тем, что жену могут завтра убить, ребенок может завтра умереть. Если он не в ладах с тем, что его мама и папа завтра могут умереть, ему позвонят, скажут, их не стало, то это серьезная проблема. Поняли? И вот главная задача вашего покорного слуги, моих студентов, кто у нас учится, учеников наших и вообще в принципе задача современной психотерапии это говорить с человеком таким образом и о тех вещах, чтобы его список недопущений потихонечку раскручивался. В подтверждении этой моей концепции я хочу привести в пример посттравматическое стрессовое расстройство, с которым работала моя знакомая из МЧС. В МЧС раньше, сейчас не знаю как, давно с ней не общаюсь уже, было было отделение кризисных кризисных как оно называлось, отделение кризисных состояний или кризисных ситуаций, что-то такое. Короче, которые выезжали на катастрофы, взрывы, авиакатастрофы и так далее. Вот это, помните, на месте работают психологи, это вот они были. Там их было человек 35, помню. Вот. И, собственно говоря, в чем история? История в том, что когда взорвали самолет, который летел в Пулково из Египта, помните эту историю трагическую? И моя коллега работала с женщиной, которая потеряла мужа и единственного ребенка в этой катастрофе. Она не смогла полететь, полетел он и дочка. И они погибли, в общем. И она осталась одна. Вот, как вам кажется, если я такой женщине скажу, вы знаете, вот ваша тревога, беспокойство, потому что вы не можете допустить то, что вы остались без мужа и без ребенка. Что она мне скажет? И корректно ли ей это сказать напрямую? Потому что ни один психолог мира, ни один психотерапевт мира не сможет подобрать слов и не сможет вот так вот в лоб просто сказать, вы знаете, вы примите то, что их нет. Я думаю, что после таких слов, ну, маловероятно, что у них продолжится какое-то взаимодействие, да, со словами пиздец, какой умный. Что делала моя коллега? Она мне призналась, она говорит, я понятия не имел, что с ней делать. Она говорит, я знаю, что я на это не повлияю. Она говорит, я знаю, что психотерапия на это не способна от слова совсем. Она говорит, мы ее прикрывали, значит, противотревожными, там, транквилизаторами, дневными, там, на ночь, прикрывали, прикрывали. В чем суть прикрытия была? И она ходила, ей государство там как-то оплачивало, я не знаю, как это, ну, видимо, назначают, да, я не знаю эту процедуру, я все-таки не психолог МЧС. Она говорит, она ко мне ходила примерно месяцев восемь. И она приходила и просто показывала фотографии, рассказывала, вспоминала, плакала первые несколько месяцев. Она говорит, я просто сидела и ее слушала. Она говорит, я понимала, что ничего не могу сделать. Она говорит, я просто сидела, ее слушала, там, спрашивала, уточняла. Я, говорит, даже словом ни про какую психотерапию речи не шла от слова совсем. Потом она пропала на месяц. Она говорит, ну, как я и предполагала, ничего не помогает. Потом через месяц она пришла и говорит, вы знаете, Галина Васильевна, спасибо вам большое, мне гораздо лучше, я так подумала, я хочу открыть небольшой салон цветов и хочу заниматься цветочками, хочу делать такие вот, как они называются, композиции из цветов. Я вот что-то с подружкой как-то этим увлеклась, я отвлекаюсь, я понимаю, что я ничего не смогу сейчас изменить, я понимаю, что как бы у меня будет два выбора, либо прекратить жить, либо найти в этой жизни какую-то одушину, какой-то смысл. Я вот решила заняться цветами с подругой на пару, так сказать, и еще я решила помогать детям в виде там собирания одежды по району и развозом этой одежды в детские дома, и вы знаете, мне как-то вот стало полегче. Внимание, вопрос, что сделала моя коллега? Моя коллега сделала ничего, она просто ее слушала, она просто ее сопровождала до того момента, пока та женщина не допустит и не примет эту ситуацию. До тех пор, пока она ее не принимала и пока она ее отрицала расстройство работало. Как только она перестала это отрицать и перестала этому сопротивляться и перестала это не допускать в своей голове, у нее стали происходить улучшения. Конечно, это не говорит о том, что она забудет про своего мужа, забудет про своего ребенка, это вылечить нельзя, нельзя это выпилить, окей? Но потребовалось 8 месяцев, чтобы ее в этом смысле отпустило, а кому-то больше. Все это поняли, вот этот пример, да? Поэтому не существует алгоритма, не существует схем, существует схема работы с агорафобией, с паническими атаками, с навязчивыми мыслями, но не существует схема построения анамноза жизни, анамноза болезней, но не существует схемы, которая может быть вами сказано или мной сказано, чтобы вы вдруг допустили все недопущения, плюсик ставим кто-то понимает. Но существует ряд тем, ряд личных качеств психотерапевта, вот я об этом ребятам из школы говорю, существует харизма психотерапевта, существует его философская экстенциальная подкованность, существует его бэкграунд связанный жизнью и смертью, существует его такой внутренний личностный философский склад, на основании которого есть возможность обсуждать те вещи и те темы, которые станут основанием для того, чтобы пациент начал задумываться о допущении тех или иных возможных событий. И когда список наших недопущений начнет стремительно сокращаться, вы удивитесь на ваша тревога, ваша депрессия, если они не эндогенные, начнут как-то редуцировать удивительным образом. И последнее здесь есть закономерность, давайте это запишем или запомним. Чем жестче симптом или чем жестче тревожное расстройство, это напрямую говорит о жесткости недопущений. То есть чем жестче я чего-то не могу допустить или чем больше того, что я не могу допустить, тем ярче и разнообразнее симптом. Когда ко мне обращается клиентка и говорит здравствуйте я значит у меня УКР 7 лет с 10 лет я там проверяю перепроверяю бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла я вся тревожная пятерышница с красным дипломом я понимаю что объем ее недопущений очень большой и самое главное недопущение УКРщиков это как вам кажется какое проверка на знание вас и мы заканчиваем я вас отпускаю какое главное недопущение УКРщика глубинное Кто догадается, поставлю звездочку. Кто догадается, поставлю звездочку. В общем, никто звездочку не получает. Давайте я вам скажу, помогу тогда. Значит, пишем или запоминаем. Главное недопущение, там, конечно, много их концептуально, но главное недопущение ОКРщика, на котором, как на гвозде, висит вся структура характера ОКР, это страх быть собой. Страх быть плохим – это уже то, что на нем висит. Плюсик ставим, кто понял. Главная проблема ОКРщиков – это страх быть настоящим. И если мы выпиливаем это недопущение, на котором висит осуждение, как вы правильно пишете, значит, там, плохим, это все правильно. Просто эти все мелкие недопущения висят на одном гвозде. Поняли все? Быть отвергнутым – это туда же, что если я буду собой, я буду плохим. Если я буду собой, я буду отвергнутым. Если я буду собой и что-то забуду, это будет ужасно. Если я буду собой, меня там, значит, придадут анафеми. Если я буду собой, мама расстроится. Если я буду собой и так далее, и так далее, и тому подобное. Все это поняли. Поэтому самый главный страх ОКРщика или его, так сказать, страшный сон – это осуждение, это туда же. Это быть собой и меня осудят, отвернутся, бросят. Все это поняли. Вот об этом мы все будем говорить на сезоне. Я рад, что вы пришли. Я рад, что вы с нами. Добро пожаловать. Я буду рад видеть вас в нашей школе эмоционального интеллекта и психотерапии. Если вы захотите когда-нибудь овладеть новой профессией, помогать людям, помогать в такой очень востребованной профессии будущего с четкими специализациями по тревожным расстройствам. В нашей школе преподаю я только шестой модуль. Основные пять модулей преподает ассоциация когнитинопуденческой терапии, преподает врачи-психиатры, врачи-аритмологи, кардиологи, физиологи, нейрофизиологи, биологи, философы. Это большая организация серьезных профессионалов, одних из лучших в России, не побоюсь этого слова. Так что подавайте заявки, мы в апреле начинаем, имейте это в виду. Заканчиваем мы в конце года. Поэтому с летом у нас перерыв будет. Поэтому кто хочет учиться, милости просим. Как показывает практика, из вас, из вас наши любимые клиенты получаются лучшие консультанты. Поэтому звоните в отдел продаж и резервируйте места, они еще есть, мы в апреле стартуем. Но я желаю вам всем хорошего настроения. Надеюсь, я немножечко приоткрыл завесу того, что будет происходить, что ответил на многие рэперные точки. И последнее еще раз хочу вам напомнить, что мы не лечим вас. Мы должны вас адаптировать. У вас есть некий характер, у вас есть особенности черты характера, у них есть позитивная, негативная сторона. Произошли некоторые перекосы. Нам нужно взять эти перекосы, поправить и заняться реконструкцией, так сказать, системы собственных представлений о том, как вы функционируете в мире. Ну и, конечно, взять на себя ответственность, потому что за вас никто не примет определенных жизненных решений. За вас, например, никто не примет решение идти учиться к нам в школу. А это, может быть, перевернет ваше будущее. С точки зрения, думала, что буду бухгалтером, страдала, мучилась, пошла к Алексею, там, поучилась, значит, в школе, стала консультировать. Алексей мне помог найти первых клиентов, потом одно другое. Через три года я востребованный специалист, так сказать, помогаю, живу хорошо, зарабатываю и одновременно ложусь спать со словами «я полезна, нужна». Вот вам и адаптация. Пожалуйста. Так что приходите, буду вас ждать. И до понедельника. До свидания.